Это всего лишь мое мнение. Одного из 8 миллиардов. Какого хрена вам к нему вообще прислушиваться? Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем рубрику «Стоит ли это делать?» И сегодня у нас на повестке дня вопрос «Стоит ли брать Logitech G25-G27?» Мы сегодня поговорим конкретно об этой модели, потому что на ней я уже поиграл и на то, и на другое достаточно... достаточное количество времени, поэтому уже могу сейчас сказать отзыв, потому что сумма этих девайсов очень-таки немала. Если посмотреть на российский рынок, она колеблется примерно от 11-12 тысяч рублей. К слову, можно купить автомобиль за где-то 20. Ну, понятно, какой, но в целом это сделать можно. А тут вы берете всего лишь подобие виртуальной автомобиля. «Стоит ли это делать?» Ну, давайте поговорим немножечко, поразмышляем, да, об этой сумме. То есть, какой руль можно выбрать в этом диапазоне. В этом диапазоне с такими характеристиками, как 25 и 27, нет ни хрена. Ну, именно поэтому он, в принципе, и стоит таких космических денег. «Стоит ли его брать за 12?» Тут есть, опять же, у вас два пути. Первый путь. Купить его за 12 и оставить себе навсегда. Возможно, вы так хотите сделать. Тогда я бы не стал. Он этого не стоит. Потому что 12 тысяч он не стоит. Но, так как этот руль безумно ликвидный на рынке, и вы всегда его сможете продать, а то и продать дороже, как, кстати, у меня было, то берите без проблем. Вы его всегда продадите. Главное, не ушатайте. Вот и все. Я действовал по точно такой же логике. Купили, попробовали, покатались, потестили. Меня, кстати, хватило ровно на месяц. И после этого я сказал, что GT-драйвинг топчик. Пускай там нет этой механической коробки передач и нет сцепления, да и вроде многие как бы они прикольны только поначалу. Потом уже, ну, как-то не в кайф. И опять же, мы приходим к реальности, когда вот, например, конкретно я использовал это в дальнобойщиках его. А посмотрите сейчас на нынешних дальнобойщиков. Вы думаете, они что с механикой? Если на механике остались единицы, в основном гоняют уже на автомате. И то, и круиз на автомате. То есть в новых мерсах там вообще, блин, рычажок, как в седанах. То есть там все очень круто сейчас. И именно если мы пародируем реальные условия, то в целом, ну, как бы, нахрена нам эта коробка. При этом, что выглядит это все круто, но по ощущениям я вам скажу, что это... Ну, вы отдали, вот я отдал, да, условно, 12 тысяч за руль, который я вижу идеально. Там механическая коробка, там сцепление, там крутые материалы, она круто проработана. Ну, в целом, действительно крутая штука. Но когда вы на нем едете, ну, вернее, используете в игре, все равно появляется чувство какой-то дешевизны. Вот потому что сама коробка, например, она, ну, она короткоходная, она маленькая. То есть, ну, не сказать, что вы прям кайфуете от нее. Ну, передача легко туда-сюда. Особенно если вы параллельно ездите на механике, на реальной тачке. То есть, у вас уже рука примерно привыкла, какое должно быть усилие. А тут как бы нет. И начинают придумывать уже дополнительное выселение. Можно модифицировать эту коробку дополнительными там резинками, пластмассинками, вставками, фигавками. Чего только там сейчас нет. И ручку там другую поставить, и все. И, казалось бы, это все можно сделать, и она будет такой, но, блядь, я как бы уже отдал 12 рублей, можно мне нормально поиграть сразу, да? Но нет, такого не будет, к сожалению. По поводу педального блока. Все его хвалят, он очень крутой. Но конкретно у меня он, бывает, проскальзывал. Не знаю, с чем это связано, честно не знаю. Я как бы в это не верю. Скорее всего, это что-то у меня, либо с головой, либо с полом. Ну, не должен этот педальный блок скользить. Даже это давайте учитывать не будем. Скажем так, он не скользит, но у меня он, блядь, почему-то скользил. Не знаю, как это объяснить иначе. Просто я не верю в то, что он скользил, но он, сука, скользил. Логтеч не должен был сделать так, чтобы скользил педальный блок. Нет, такого быть не могу. Но он у меня скользил. Ладно, отпустим этот момент. Идем дальше. Что у нас с самим рулем? Самая баранка. Она крутая, она удобная, комфортная. В принципе, материал прикольный. И в целом все очень даже круто. И в итоге встает вопрос, что делать-то? Брать или не брать? И мы возвращаемся в самое начало. Если брать его и с возможностью продажи, то есть не будет такого, что он, например, появится в такой местности, из которой его тупо не продать, например. или вы понимаете, что его все-таки убьют. Ну, например, мало ли ребенка покупать, то есть вы понимаете, что с ним что-то будет не так. То тут надо все-таки, наверное, подумать. Вот. Поэтому и нужно поразмышлять на данном направлении. Если, например, вы будете продавать, то крутяк берем. Все клево. А вот если не продавать, то 12 это до хрена. Он не стоит этих денег. Тут и получается такая небольшая фишка. Купить, поиграть, потестить и продать. Мне реально хватило этого на месяц. И после этого я попробовал на GT-Driving на Logitech, который стоит там 4-5 тысяч и самое дорогое 6. И вот за глаза. Реально. Его хватает. Он, кажется, после G25 каким-то... Ну, что ли, минималистичным. Там все попроще, но этого проще достаточно, чтобы было комфортно. Никаких судишцев, ничего дополнительного. И, кстати, тоже важным фактом является, что 25-й, там, 27-й, ну, довольно проблемно их подключать. В том плане, что устанавливают на стол компьютерный постоянно. Это все занимает много места. То есть одно дело, когда у вас кокпит стоит, да, суперкрутой, и на нем все уже прикручено, и все кайф. Но когда у вас такая штука стоит, вряд ли вы будете ездить на 25-м или 27-м. Там уже у вас Fonetec, Transmaster и так далее. Тут стоит вопрос, как бы он уже... 25-й уже, к сожалению, не используется в более профессиональных, да, в вариантах уже более дорогих. А в бюджетные ему ценник не позволяет залезть. И он как-то вот в этом состоянии немножко подвис. И поэтому... И поэтому, сука, спрос у него всегда, блядь, огромный. Главное, самое-то интересное, что действительно не поэтому, а почему так. Я не понимаю, почему так. То есть этот руль действительно огромный спрос. Продавался он мне максимум две недели. За две недели он отскакивал. Причем за большую стойкость. Как это работает, мать его? 12 косарей за игрушку. Хотя я сам эти деньги дал за него, чтобы просто попробовать и поиграть. Попробовать стоит. Постоянно катать, скорее всего, будет неинтересно. Вы постоянно будете думать, а нахер сейчас за 12 продам, за 5 куплю. GT-драйвинг у меня еще 7 рублей, останется, блядь, на то, что я хочу. Но, опять же, это всего лишь мое мнение. Одного из 8 миллиардов. Какого хрена вам к нему вообще прислушиваться? Выбор всегда остается за вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok